Почему мы часто отказываемся смотреть фильмы и сериалы с любительскими одноголосыми переводами и вместо этого готовы ждать нормальный дубляж неделями, а то и месяцами? Всё просто — голоса актёров, к которым привыкаешь за несколько лет регулярного просмотра фильмов. Экранные образы, воплощённые голливудскими мастерами, — только половина дела. Огромную работу проделывают те, кого ты никогда не увидишь в кадре. Но именно эти люди заставляют нас регулярно прочесывать киносервисы и различные ресурсы, чтобы найти тот самый перевод. Добро пожаловать на Телблокнет, и прямо сейчас ты услышишь, а заодно и увидишь ТОП-10 актёров дубляжа. Десятое место. Александр Рохленко. Порой актёры дубляжа успешно чередуют карьеру с запоминающимися экранными образами. Но Александру в этом плане не особо повезло. Снимался он преимущественно в небольших короткометражках или эпизодически мелькал в российском кинематографе. Гораздо лучше у актёра сложилась карьера в озвучке. Его голосом говорят такие актёры, как Николас Кейдж, Мел Гибсон, Джейсон Стэтхэм и даже Хью Джекман. Я тебя встретил всего неделю назад. Ты получила свою Ребекку, свою Делайлу. Александр очень скромно отзывается о своей профессии и не любит лишний раз распространяться о карьере. По его словам, зрители идут в кино, чтобы смотреть игру актёров, а дубляж — это лишь адаптация Голливуда для наших киноманов. Пришёл, у меня нет такой, знаешь, мании, какого-то вот «я голос», там, Хью Джекман, я приду и буду «я голос». У меня нет, мне даже где-то неловко, да. У актёра уникальный глубокий тембр голоса и даже жаль, что у него не так уж много работ по озвучке. Девятое место. Станислав Концевич. У него послужной список уже больше, но также ограничен второстепенными ролями в российских фильмах и сериалах. Разве что ты фанат «Тайны следствия 7» или «Белая стрела возмездия». А вот где Станислава можно услышать со стопроцентной вероятностью, так это в голливудских картинах «Сокровище нации», «Плохие парни» и «Хэнкок», потому что голосом Концевича говорят Николас Кейдж и Уэлл Смит. Я тебя понимаю. Чего-то захотелось, и кто же помешает забрать? Так же у актёра гигантское количество работ по озвучке мультфильмов. Достаточно вспомнить база Лайтера из «Истории игрушек» или «Повелителя Ада Аид» из диснеевского «Геркулеса». Как только придут Мойры, доложите мне немедленно. Оу, они уже здесь! Такой голос даже в играх бы не затерялся, но, увы. Восьмое место. Сергей Чинишвили. Наверное, это самый знаменитый закадровый голос российского телевидения. Если ты любишь документалки, то наверняка слышал красивый глубокий тембр с едва заметным грузинским акцентом. Въехал автомобиль советской дипломатической миссии. На полу заднего ряда сиденья лежал человек, укрытый с головы до ног пледом. В озвучке фильмов, как ни странно, Сергей не особо засветился, но именно его ты должен благодарить за брутального лысого любителя пацанских цитат. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Вот здесь. Сейчас. Салют, моя фамилия. Также Чинишвили озвучивал самый мемный монолог последних десяти лет в исполнении Роршаха из фильма «Хранители». Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. На счету Сергея гигантское количество работ по озвучке эфиров и передач по телеку. Первый канал, СТС, Россия 1. Совершенно секретно на НТВ, которую я смотрел с огромным удовольствием в детстве. Этот страшный враг стал одним из самых верных, жестоких и незаметных спутников человека. Также ты постоянно слышишь этот голос, если любишь аудиокниги. Особенно произведения Акунина и Булгакова. Блин, да даже реклама под голос Чинишвили звучит круто. Просто не оторваться. Умеете всем страхом в лицо рассмеяться. Седьмое место. Владимир Еремин. Тот самый случай, когда внешность бывает обманчива. Вряд ли кто-то признает в нем официальный голос таких голливудских мастодонтов, как Энтони Хопкинс или Майкл Дуглас. Но вот на Аль Пачино реально похож. Я нашел какое-то вот... Эту позицию голоса и этот тембр, который годится именно для него. Это идеальное попадание в образ, как и с бодрым стариком Хопкинсом. Приношу свои извинения, просто он до сих пор думает, что сейчас 1918-й или 14-й. Еремину доверяют харизматичных возрастных персонажей, которые уже не могут прыгать и кувыркаться в кадре, но тембром, мимикой и жестами нередко перетягивают на себя львиную долю внимания. Также в послужном списке Еремина озвучка Роберта Де Ниро, Микки Рурка, Дастина Хоффмана, Джека Николсона и Рона Перлмана. Иными словами, вся старая голливудская гвардия. Не волнуйся, из-за них полиция будет вести себя хорошо, пока ты не предпримешь каких-либо агрессивных действий, ты в безопасности. И это не говоря про сотни ролей в театре и кино, а также работу на телевидении. Так кто же он, этот поэт со странным почти цыганским псевдонимом Саша Черный? Шестое место. Владимир Антоник. Суровый бородатый мужик не зря ассоциируется с сильными персонажами. Голосами Антоника говорят чуть ли не самые знаменитые голливудские старики. Он знает, что мы не можем, ведь люди несовершенны. Я хочу, чтобы ты вышел на рынок и вырубил этого ублюдка, у тебя получится. Главный мазафакер Голливуда тоже дело рук Антоника. Слопали злодеев с потропями, ай, гацкий флеркин. А также Мал Гибсон, Слай и обладатель лучшей бицухи на планете. Ты только что закрыл дело. Ты сделал ненужными все наши премудрости. Фильмы далеко не единственное, что доверяют озвучивать обладателю уникального голоса. На счету Владимира тонна известных игровых персонажей из популярных франшиз. Старик-весемир из Ведьмака. Вариан Рин из Вовки. И внезапно Пуч из Доты. Ааа, свежее мясо. Из-за особенностей голоса Владимира частенько путают с другим добродушным здоровяком, Сергеем Чихачевым, на счету которого также сотни культовых образов и персонажей. А что я такого сделал-то? Мальчишка-то сам говорит, он отступник, он помог Фиртхам убить свой отряд. В чем беда-то? Пятое место. Петр Гланс. Этого веселого парня ты должен благодарить за идеальный образ самого болтливого наемника в мире. Ты точно не из DC приперся? Угу. Ну жги одноглазый Вилли. Сегодня Петр просто нарасхват. Он озвучивает ролики на Ютубе, работает с блогерами и звучит чуть ли не из каждого утюга. Кто не знаком, это Петр Гланс? Он озвучивает практически все в русском дубляже. Мне писали, это голос принца Персии, Дэдпула. Да, это он. Да, у Петра нет глубокого баритона, как у Антоника и Чинишвили, но актер обладает таким скиллом и харизмой, что без проблем переключается между Райаном Рейнольдсом, Беном Стиллером и даже Джеральдом Баттлером. И это, друзья, голая правда. А параллельно не отказывай тебе в удовольствии озвучивать персонажей из Assassin's Creed Unity и Just Cause. Ну и все от того же Дэдпула из одноименной игры. Эй, пес, я слышал, ты любишь ботинки! При этом у Гланса даже профильного образования нет. Свои переводы он сначала сам записывал и выкладывал в сеть в свободном доступе. Сегодня это один из самых востребованных актеров дубляжа в СНГ. Ему просто в кайф заниматься этой работой. Да и почему нет, если получается? Четвертое место. Дмитрий Пучков. Хотя ты его знаешь под оперативным псевдонимом Гоблин. Я вас категорически приветствую. В этом выпуске как Илон Маск стал королем, а китайцы запретили Теслу. Вот кто действительно поднимал индустрию отечественных переводов с колен в конце 90-х и начале нулевых. Олдфагом Гоблин запомнился по культовым гоблинским переводам Властелина колец, Матрицы и Бумера. Понеслась моча по трубам. Помимо смешных переводов Божья Искра, Дим Юрич до сих пор делает и правильные, помеченные логотипом полный П. Есть такой паренек, Микки Пирсон. Че еще блять за Микки Пирсон? Ты его знаешь. Держит всю траву. Поколение эпохи ВХС-кассет до дыр затирало его версии «Не грози южному централу». Карты, деньги, два ствола и большой куш. Художественный фильм с... Гоблин и в играх засветился, причем некоторые создавались и озвучивались под его личным контролем. Ну а наиболее монументальной работой Пучкова можно с уверенностью назвать «Клан Сопрано». Все серии посмотрел на одном дыхании и до сих пор жалею, что не дождался момента, когда вторая часть последнего сезона появится в его озвучке. Сейчас Гоблин уже не так активно балует контентом, да и конкурентов предостаточно, но вклад Дмитрия в наше счастливое детство переоценить сложно. Третье место. Сергей Бурунов. Сегодня этого актера все прекрасно знают в лицо. Карьера Бурунова переживает вторую молодость, причем настолько бурную, что пора бы притормозить. Куча сезонов мылодрамы, полицейского срублевки, содержанок. Горшочек ненавидимый! Но еще совсем недавно Бурунова в основном слушали, и довольно часто. Его голосом говорят Джим Керри, Джонни Депп, Марк Уолберг и, само собой, Леонардо Ди Каприо. Главный вопрос вот в чем. Неужели это законно? Незаконно это нихрена. Но мы загребали столько бабла, что не знали, куда его девать. Сергея даже называют официальным голосом Ди Каприо, хоть это и не так. Но все равно непонятно, как в одном человеке уживаются придурковатый лев Алекс из Мадагаскара. Надеюсь, на сегодня все. А что это такое? Это был звоночек. Звоночек? Школьник-переросток из третьего форсажа. Мы с мамой все время переезжали. В основном из-за меня. И огромный лось Джон Сина. Пехота была всем для меня. А теперь меня уволили из должности паршивого охранника. Лишь бы Сергей не увяз в идиотских русских сериалах и клипах Ленинграда. Такой голос терять нельзя. Второе место. Владимир Зайцев. Более старолей в фильмах и сериалах, причем далеко не на последних планах. И столько же работ по озвучке. Походу Владимира записывают даже ночью, когда он болтает во сне. Он навсегда впечатал в нашу память свой голос благодаря всего лишь одному персонажу. Я железный человек. После дубляжа в исполнении Зайцева физически невозможно воспринимать кого-то другого. При этом сам Владимир не раз говорил, что ему с трудом удается успевать за репликами Железного Человека. Давайте, Роберт Дауни младший. Боб. У него безумная скорководка. Когда он говорит на родном языке, он говорит безумно быстро. Причем в последнее время все быстрее и быстрее. Голос Джокера в исполнении хита Леджера также подарил Зайцев. И это идеальное попадание в образ. А если думаешь, где ты еще слышал этот голос, то пересмотри любой из эпизодов «Наша Раша». Сегодня Владимир больше известен как режиссер дубляжа, от которого зависит подбор актеров озвучки, попадание в образ, качество дорожки и еще миллион факторов. Но будем надеяться, что мы его услышим еще не один раз. Первое место. Всеволод Кузнецов. Если есть в этой нелегкой профессии главный босс, то Кузнецов явно собрался его завалить и завладеть освободившейся должностью. На счету метро почти 300 работ в кино, телевидении, на радио и, само собой, в озвучке. Добрый день, меня зовут Всеволод Кузнецов. Я актер. Голос. Русский голос ведьмака. Именно этот человек шевелил плотву и обвинял всех в отсутствии развития. Если как вы, блядь, не научитесь. Благодаря Геральту Кузнецова я и сам заинтересовался озвучкой. И офигел, что один актер умудряется совмещать себе Уилла Смита, Брэда Пита, Тома Круза и Антонио Бандераса. Ну и куда ж без того, кого нельзя называть. Не смей поворачиваться ко мне спиной, Гарри Поттер! Я хочу, чтобы ты видел, как я убиваю тебя! Также Кузнецов официальный голос мегафона и частый гость за кадром многих рекламных роликов на ютубчике. Чтобы что-то создать, вероятно, придется упасть. В настоящее время Всеволод активно преподает в Щепкинском училище и учит будущих актеров озвучки, а также режиссирует масштабные проекты уровня Лиги справедливости Зака Снайдера, Довода и Джокера с Хитом Леджером. А это титанический труд. Как бы мы ни хотели, но поместить всех знаменитых актеров озвучки в формат нашего топа невозможно. Но как не вспомнить легендарные гнусавые одноголосые переводы Леонида Володарского. Радиоактивные люди. Или такой шедевр. Киборг-убийца. А с Татьяной Шитовой некоторые чуть ли не каждый день разговаривают. Я же сказала, через 100 метров поверни налево. Помимо Алисы, она также озвучивает практически весь женский состав Голливуда, в чем ей активно помогает актриса Ольга Зубкова. Нужно составить его психологический портрет. Спасибо ей за Анжелину Джоли и всем актерам, перечисленным в сегодняшнем видео, за качественную озвучку. А чей голос отечественного дубляжа сильнее всего запомнился лично тебе? Пиши свои мысли в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте и канал в Телеграме, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим опросы по новым темам и орем над угарными мемчиками.